Всем привет! Йоу-йоу-йоу-йоу! Сегодня очередная серия, вы так долго этого ждали, и мы этого ждали. Коплю на Феррари. Мы хотим ее восстановить по кузову. Встречайте! Вот она! Реально владельцу повезет. А если было бы солнце, оно бы просто... Ребята, вы бы ослепли, реально. Дима, ты, может быть, это вырежешь, но вкратце я на трешке вылетел с газели, потому что Руслан эвакуаторщик от Бога. Увидели знакомого на трешке, остановились, а там такие сугробы. Начали задом сдавать на газели, Ваня решил его покричать в открытую дверь. Я сдал задом, и дверь в обратную сторону. Поворачиваю голову на Ваню, вылетел в открытую дверь, а дверь в другой стороне. Просто я такой, да-да-да, что-то кричу. Руслан едет, я, короче, падаю, ударяю спиной, и еще в сугроб, короче, почти ныряю. Там рукой как-то засейвился. Короче, хватит ныть, не будем жаловаться, мы приехали за машиной, за той, которая ближе сконнектит нас с Феррари. В общем, нашел я на просторах интернета Civic, надеюсь, нормальная тачка, владелец оказался знакомый. Машина на F-TEC'е, Honda, я думаю, она прикольная будет. Пятый хэтчбэк, маски, сетки, конжоска, конца, F-TEC, три парня и все такое, понимаешь, как у тебя. Поэтому, друзья, не знаю, знаете, но все равно, шутки шутками, но тачка прикольная. Не знаю, что еще брать, 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Машина. Где-то это уже слышал. У нас все по сотке. Солнце, утро, что еще нужно? Каудина за сотку. Все по сотке. Фикс Феррари. Да, брат, да, брат, все по сотке. И пойдем смотреть. Здорово, мы сразу снимаем. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здорово. Если ты хочешь купить Хонду, пятый, Сивик, четвертый и так далее, сразу включай фонарик и дикарку. Правильно? Правильно. Был красный, да? Да. Я, брат, у нас эксперты. Радиатор пробил, пока с гаражей выезжал. Это ты сейчас показывай нам, выезжал с гаража. Ну, чтобы раскопать, да, он уже с угроби стоял. Я понял. Предмет для торга. Да. Посмотри, порой, и как он все. Вроде как еще имеется. Сними пауза антифриза. Ходит краска. Брал брата младшего. Ну, вот, хотел сделать подарок, но что-то, видимо, не зашло. Человек не стал заморачиваться. Не советую смотреть тачки ночью, но у нас есть какой-то опыт, поэтому мы можем приехать, посмотреть и понять вообще. Просто да, да, нет, нет. Наверное, у вас в головах созрел вопрос. А на какие деньги мы хотели покупать Civic? Друзья, Civic мы хотели покупать на деньги, которые я выручил с продажи своей Nissan Silvia. Машина старая, ясен хрен она набита и перебита. И как бы ходить с толщиномером, с фонариками залезать, ну, это глупо. Сами понимаете. Ну, такая, живая машина. У меня на Газели руле легче кружится. Твои бабки, братан. Спасибо, брат. Проектные бабки засадил, свои засадил, и все, проект закрывается. Ваня, перекуп. Да не, ну а что? Подожди, мы с Калдиной в плюсе, брат. Она продает. Подожди, мы ее продаем на 100 тысяч дороже, чем мы в нее вложили и купили. Я не хочу просто продать. Плюс 50 ее можно продать реально прямо сейчас. Но, типа, хочется заработать. Короче, дверь раздолбали на его кадре в холостую. В Магдако ковьем, и домой поедем. Классно, супер, отличная идея. Дим, мы так с пути соскучились, рады, что встретились. Брат, не зря ты приехал из Топовостана в Химке. Ты из Красногорска. Я тоже с Востоковичного округа Москвы. Мы решили сходку организовали. Короче, давайте так, подведем итоги. Машина с меня денег стоит, реально стоит. Но заниматься ей просто, короче, джун не стоит. Готовы 70, реально. Нет, я уже 90 девочек хочу. Спасибо. Саша, все, давай, счастливо, пацаны. Друзья, ну что ж, знаете, через терник звездам это реальная жизнь и какая-то постанова. Вот мы в Химках, знаешь, я думаю, что мы сюда приехали, брат? Погнали, что ли? Перепись населения сделаем. Погнали, мы будем искать новые тачки и не сдаемся. Феррари нас ждет. Все, Калдина продана. Ты счастливый владелец этой тачки. Да, да, все классно. Ну, только подвеску всю, нахуй, выкинуть и новую поставить, и так все good. Наконец-то нашелся покупатель на эту лучшую машину просто. Мы ее загоняли на подъемник, она реально лучшая. Да, надеюсь, что не пожалеют, пацаны. Ну, если пожалеешь, не пиши нам, пожалуйста. Я вот напишу обязательно, напишу, все, да, документы все окей, да? Все, ладно, сиди. Давай, давай, давай. Калдину мы продали за 200 тысяч рублей и стали ближе к своей мечте на 100 тысяч рублей. То есть 100 тысяч мы заработали. Наконец-то! Не потому что фиговая машина, а потому что она, сука, долго зависла. Просто зависла, не продавалась. И наша карьера к Феррари была немножечко поставлена на паузу, понимаешь? Ты рад? Конечно, блин. Друзья, честно, вот клянусь, не ожидали, что она сегодня продастся. Приезжало куча народу. Сколько людей приезжало, расскажи. Да дофига вообще приезжало. Все приезжают. Я подумаю. Я подумаю. Короче, неожиданно она продалась. И мы вчера с оператором, с Русом, со всеми приняли решение, что помните ту машину, то ведро. У Жени на канале. Интегра в проекте. Ну вы спросите, на чем ты будешь ездить у Жени на канале, где твое ведро? Пока его временно не будет, но скажу Грише сразу и Жене, точнее Жене и Грише. Пацаны просто буки, свои рассапки. Сейчас папа в отпуск сходит, надо там на нашем канале подснять. Я чисто ворую с нормальной тачкой. Поэтому можете пока нихера не снимать, просто я приду и все будет решено. Расскажи, насып что-то в камеру. Я хочу насыпать то, что у меня сегодня настроение поднялось пипец после продажи холодины. Насыпал. Для тех хейтеров, которые пишут и писали, и делают даже мемы, всякие видосики, что вот вы потеряли на машине, ха-ха, супер перекупы. Машина не продается. Пацаны, просто 100 тысяч мы заработали. Поэтому идите, покурите пока, а мы пока что-нибудь новое найдем, мы как бы, ну, дальше будем двигаться, понимаете? Кто смотрел серый гайках, сейчас поймут. Давай, давай, газы, братан, ничего не будет. Для подписчиков. Приземление неудачное. Тебе больно? Чуть. Куда ему пофигу, он машина. Вот, пацаны, наша Хонда, вот еще Хонда и там тоже есть Хонда. Знаете, зачем нужна Хонда? Просто зачем пацаны покупают Хонды, да и девчонки? Просто, что у меня есть Хонда. Утром вышел из подъезда, фотку в инстаграм выложил и поехал на метро на работу. Ладно, друзья, одну все-таки мы реанимируем, потому что она отправляется в проект Коплю на Феррари. А если ты меня смотришь, владелец второй Хонды, и хочешь продать очень выкат на цене, пиши мне в директ. Можно, братан, я эту херню делать не буду. Может, мы тоже наберем миллион просмотров, блядь, просто там у тачки покрутимся, миллион наберем, братан, как думаешь? Типа оживили. Ладно, я, это шутка, Эльдар, если ты будешь смотреть, смотри. Давай заново, да? Короче, что по машине? Прокладка ГБЦ под замену, аккумулятор под замену, левого крыла нету. Искать крыло, соответственно, ставить крыло, тачку полировать, и тачка готова, все. Хоть и прокладка пробита, но мотор в хорошем состоянии, еще не стучал, ничего, поэтому просто машина передвигалась на эвакуаторе. Что сейчас делаем, какие планы? Сейчас Рус приедет на эвакуаторе, мы ее затащим, я думаю, что из этого снежного плена мы ее выкатим, и повезем ее в сервис. Как ни крути, это легенда. А, да, еще у нее оригинальные адваны. Для Феррари, пацаны, все будет. Зима холодно, но мы не сдадимся, пацаны, мы, потому что сдают 100 квартир и шлюхи в Москве, братан, цитатка с контакта. Мне кажется, если ты на нее приделаешь электромотор и батареи, процесс пойдет быстрее. Пацаны, дверь новая, Русику у Рамиля забрал за косарь, просто понимаете, пацаны, не открывается, но я бы показал, можно еще раз вылетать, почему бы и нет, брат, еще раз вылетим с кайфом. С кайфом, с кайфом. Просто по-братски, вот возьмите все, можете даже на меня не подписываться, подписывайтесь на эвакуатор, пацаны, и если вам нужен будет эвакуатор, заказывайте. Это же, понимаете, все отчасти для Феррари, понимаете, вот заказик, наверное, блин, подъехал. О, братуха, заказик нарисовался, я поехал. Смотри, какой жук, ну моя школа, не отдал колеса старые в скалодины, им вообще жить осталось два понедельника, посмотри, они все ржавые, просто уже гнили пошла, мне кажется. Видишь? Стоит отдал новые. Просто мой друг Татарин называется. А сейчас красивый подъем нашей интегры. Нет. Как всегда, все пошло не как мы хотели, понимаете, просто ролик был почти окончен, все было круто. О, контент. Тачка улетела. Да. Да. Выходи, выходи, Маша, выходи. А? На паркинге слетела. Кипаааа. Знаешь, брат, а когда думаешь, как сделать контент, он делается самостоятельно? Сейчас, прикинь, если какой-нибудь 22-й за 8 миллионов или Гелик за 15, на! Просто, знаешь, как бы было? Вот так вот, братан. Понимаешь? Было бы так, здравствуйте. Клиентскую машину мы бы привязали, колеса тросом, все как положено, понимаете? А тут как бы, ну, наша тачка вроде там подъем надо делать, недалеко ехать, поэтому мы так, на отстань. Ну, мы крепим машины, но не сегодня. Значит, получается, на тормозе как бы, ну, на паркинге. Знаешь почему? Потому что вы устроили гонки и рассказал, что он опередит Алтеза. Да, он опять виноват, накосячил, понимаете? Да я даже и не гонялся. Брат, если бы он гонялся, точно бы какой-нибудь Гелик. На! Звонит человек, который карасил Халдину. Потом, Олег, брат. Такая ситуация нестандартная. Дерут тебя в данную ситуацию. Держу. Брат, ты знаешь, что после этой ситуации, как бы, бизнес с эвакуатором не заладится, мне так кажется? Почему? Это наша машина. Ты правда косячишь, я правда косячу. Но, брат, ты очку уронить, это как бы, ну, большой косяк, согласись. Да. Ну, понимаете, из-за этого, наверное, мы психопаты и было решение давно-давно-давно создать такой канал. Потому что, блин, всегда всё само собой вот так происходит, просто через жопу, понимаешь? В святом, что мы продали Халдину, друзья. Интегру включили в проекты, на деньги вырученные с Халдиной мы поедем и купим новую машину, друзья, новую машину в проект, и мы станем ближе, друзья, к Феррари, к Феррари! Феррари, Феррари! Давай, брат, давай! Вылетел из сугроба. Короче, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Братаны, если ты это сделаешь, просто всегда будет такой взрывной, сука, контент, всегда! Подписывайся, с вами был Ваня, Русик, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok